Свято-Никольскому храму в городе Садка В этом году исполнилось ровно 100 лет со дня освящения престола Он был построен в 1913 году в память 300-летия царской династии Романовых В свой престольный праздник прихожане Свято-Никольского храма принимали у себя высокого гостя Возглавить праздничное богослужение в одном из самых старинных храмов области Приехал глава Челябинской митрополии Владыка Феофан К приезду митрополита храм уже был переполнен Для верующих это большая радость Когда молитву можно совершить вместе со своим архипастырем Вас и всех православных христиан Да поменет Господь Бог в Отцарстве Своем Всегда ныне и пристной и во веки веков В советское время эту церковь закрыли в конце 30-х годов Но ей повезло Она сохранила свой внешний вид, хотя росписи были закрашены Из иконостаса сохранилась только одна икона – Господь Саваоф В годы Великой Отечественной войны и некоторое время после в храме совершали службы Ведь в это тяжелое время людям так нужна была духовная помощь В 48-м году церковь снова закрыли А через 10 лет передали городскому краеведческому музею В конце 80-х здание поставили на учет как памятник архитектуры местного значения И уже в 93-м году церковь была вновь освящена и стала действующей Этот храм является немым свидетелем тех жестоких гонений над церковью Христову Боролись разрушая великую православную страну Разрушая все И самая ценная веру, традиции, культуру, историю нашего народа Сразу по окончании богослужения начался крестный ход Во главе икона святителя Николая Чудотворца А за ней с хоругвами и молитвенным пением священно начали сотни верующих Вернувшись в храм, священнослужители пропели величание святому покровителю храма А владыка митрополит прочитал обращенную к нему молитву В Свято-Семеновском кафедральном соборе Челябинска состоялся выпуск воскресной школы Митрополит Челябинский златоустовский феофан поздравил педагогов и выпускников Воскресная школа, по словам владыки, выполняет очень важную и нужную работу При этом важно, чтобы знания, которые получают слушатели, не остались бы сухой теорией Ведь православие – это прежде всего образ жизни А вы, мои дорогие детки, такие симпатичные, такие красивые, такие умные Потому что вы приходите к Богу и приходите к церкви А там, где Бог, там всегда радость, там всегда ума много, там много счастья Там любовь к родителям, и родители больше вас любить будут Как преподаватели, так и ученики получили от митрополита феофана подарки После богослужения ученики и педагоги переместились во двор Где состоялся небольшой выпускной концерт Стоял ясный и теплый день Выпускники благодарили преподавателей за бесценные уроки Декламировали стихи, демонстрировали певческие исполнительские таланты Христос воскрес, воистину воскрес Христос воскрес, воистину воскрес Воскресная школа Свято-Семеновского кафедрального собора Работают уже более 20 лет Слушатели делятся на три возрастные группы Они обучаются не только основам православной веры Но и церковному пению, литургике, церковной истории Христос воскресе, дорогие братья и сестры Еще продолжается пасхальный цикл И эта неделя называется «Неделя о Самарянке» В чем суть? Это воскресенье читается Евангелие В котором говорится, что Христос В путешествии по Палестине Зашел в одно из самарянских поселений Вообще, кто такие были самаряне? Самаряне их не признавали За истинных евреев, израильтян, книжники и фарисеи Самаряне были неким как бы отверженным сообществом Хотя и жили в Палестине И, в общем-то, называли себя тоже евреями И это селение посещает Христос Путешествуя по жаркой, палящей Палестине Он устал как человек А воды, как мы знаем, там мало Колодцев мало И вот он подходит к колодцу А нечем достать воды И в этот период подходит женщина Самарянка Для того, чтобы набрать воды Для домашних нужд И Христос обращается к ней с просьбой Дать попить Женщина удивляется Как ты, иудей, просишь у меня, у самарянки Чтобы я дала тебе пить Ведь иудеи не общаются с самарянами Тогда Христос ей говорит Если бы ты знала Кто с тобой разговаривает То ты бы сама просила У меня Воды Но я дам воду живую Которая Не только утолит жажду физическую Но вода, которая приведет В вечную жизнь Вновь изумление, удивление Да где ты возьмешь эту воду Колодец очень глубокий Его еще Правотец наш Иаков Выкопал А в тебе нечем черпать-то Но опять Христос Говорит ей О той воде Которая Которая Является Живоносной В плане Духовного Возрождения И когда обратился Христос К ней словами Ну слушай Давай веди-ка сюда Своего мужа И что женщина говорит Да нет у меня И уже здесь врет А может и не врет Потому что Далее Христос говорит Да правда ты говоришь Ты до этого пять мужей имела Да и этот который Очевидно Она сожительствует И этот говорит Не муж твой Тогда встрепенулось Сердце Женщины Она поняла Что перед ней уже не просто человек А как она сказала Пророк Пророк И опять идет диалог Я знаю Я верю Что придет Христос Спаситель И опять Короткий Ответ Так это же я Христос Которого Ждет Человечество И ждете вы Женщина Женщина в ужасе И радости Бежит В селение Приглашает Самариан И Вновь Завязывается Здесь уже Беседа И вновь Вновь Как и ранее Христос сказал Что вы не знаете Как кланяться Настанет время Когда Не в каком-то конкретном месте Будут истинные Поклонники Богу И не только в Иерусалиме Но в духе И истине Но в духе И истине Бог Есть дух И ему Поклоняться Надо В духе И истине И так Проповедуя Среди Самариан Он пробыл С ними Два Дня Так вот Это поклонение Поклонение В духе И истине Оно Иногда Трактуется Очень Ложно Особенно Сектантами Отвергающими Церковь Таинство Священство Все Что Оставил Христос Через своих Апостолов На земле Да Бог Есть Дух Но Бог Присутствует Своей Благодатью В таинствах Церкви Там Откровение Истинное Там Дух Истина Но Конечно же И Мы В душе И в мыслях Всегда Должны Помнить Ни в коем случае Не воображая Себя Бога Или в виде Старца Или иного Иного Какого-то Образа Бог Есть Дух И его Надо воспринимать На веру И поклоняться Ему В духе И Истине Но только Через Исполнение Тех норм Тех заповедей Которые Христос Оставил Тогда Мы Найдем Путь К Истинному Поклонению И К Истинному Богу Чем Да Поможет Нам Христос Воскресший Христос Воскресе Воистину Христос Воскресе